Привет! Сегодня расскажу, что такое цифровой аналоговый сигнал. Чтобы было понятнее, использую глупого героя, который вот-вот погибнет в подземелье. Цветную воду, карандаш, газовую горелку, лестницу и гору. Взгляните на эту качалку. Она может двигаться вниз и вверх. На качалке есть контакты. Вот здесь. Давайте положим внутрь шарик. А это наш любимый светодиод. Мы тянем качалку вниз, шарик катится и замыкает контакты. Светодиод загорается. Тянем качалку вверх, шарик размыкает контакты. Светодиод гаснет. А теперь давайте нарисуем здесь единицу, а здесь ноль. Сейчас вы наблюдаете простейший цифровой сигнал. Промежуточных положений нет. Либо ноль, либо единица. Цифровые сигналы придуманы людьми. В природе их сложно найти. Давайте посмотрим, как работает нагрев. Начнем нагревать термометр. Горелка далеко, и температура растет медленно. Приблизим горелку. Температура резко начала подниматься. Сейчас вы наблюдаете простейший аналоговый сигнал. Неважно, быстро или медленно, температура не прыгает с градуса на градус. Она растет плавно. Или представьте себе лестницу. Вы прыгаете по ступенькам, которые заданы строителями. Вы не можете прыгнуть на полступеньки. Запнетесь и упадете. Но вы можете подниматься в гору. Плавно. С тем темпом, что вам приятен. Ардуино, как и большинство компьютеров, что придумали люди, умеет работать только с цифрами. Для того, чтобы понять аналоговый язык, нужен переводчик. Давайте посмотрим, по какому принципу работает такой переводчик. Мне понадобится шприц, вода, я подкрасил ее, чтобы было лучше видно. И вот такая модель колба. Шкала слева – это напряжение, от 0 до 5 вольт. Шкала справа – это цифровые значения, от 0 до 10. Внутри модели находятся парные латунные контакты. Начинаем постепенно заливать воду. Она замыкает первую пару контактов. Загорается первый светодиод. А напряжение теперь 0,5 вольта. Добавляем еще воды. Заливаем вторую пару контактов. И загорается второй светодиод. Напряжение 1 вольт. Льем дальше. Третья пара – 1,5 вольта. Четвертая – 2 вольта. Смотрите, наши контакты – это те же самые ступеньки лестницы. А вода – это аналоговый сигнал. Она поднимается плавно, а наш переводчик считает, сколько ступенек она затопила. И таким образом переводит аналоговый язык в цифровой. Внутри Ардуино есть специальное устройство – АЦП. Аналого-цифровой преобразователь. Он принимает входящий аналоговый сигнал и преобразует его в цифровой. АЦП вы увидеть не сможете. Аппаратная часть спрятана внутри чипа. Есть еще одна штука, которая на первый взгляд неочевидна. Взгляните на нашу модель. Видите, воды нет. Это тоже сигнал. АЦП трактует его как нулевое состояние. Поэтому светодиод в этом состоянии мы символически зажгли. И если у нашей модели ступенек 11, то в Ардуино их 1024. И напряжение от 0 до 5 вольт поделено между ними. Лучше всего учиться по урокам, повторяя за мной. Мы собрали крутые компоненты в набор Матрешка. Там есть все, что может вам понадобиться. Ардуино Уно, макетка, резисторы, транзисторы, светодиоды, микросхемы, двигатель, потенциометры и дисплей. И в благодарность за то, что вы смотрите мои уроки, я дарю скидку в 15%. Внимательно смотрите видео дальше, и вы найдете кодовое слово. Вбейте его при оформлении заказа до 2 августа 2019 года. Ну а ссылка на набор внизу в описании. А теперь я расскажу вам, что такое потенциометр. Он выглядит так. Чтобы вы лучше поняли, как он работает, я сделал небольшой стенд. В центре наждачная бумага. Слева и справа контакты. Их можно поворачивать, чтобы подвести или убрать напряжение. Для этого подойдет любая батарейка. Также мне понадобится карандаш. Натираю графит с помощью наждачной бумаги. Получился довольно толстый слой. Подводим к слою графита контакты. Плюс и минус. По графиту побежал ток. Графит проводит ток, но гораздо хуже, чем металл. У него высокое сопротивление. По сути, это резистор. Представьте себе, что героя нужно выбраться из подземелья, и другой дороги нет. Герой вынужден идти по шипам, теряя здоровье. А мы можем спасти его в любой точке. Например, в этой. Здесь у него останется 50% здоровья. А если мы замешкаемся и начнем спасать его здесь, то только 25%. Наша графитовая полоска – те же самые шипы. Ток бежит по ним, испытывая сопротивление. И напряжение постепенно падает. Он как будто теряет жизнь. Добавим третий контакт – нашу лесенку. Если она будет посередине, то напряжение упадет до 50%. А если поставим лесенку сюда, то напряжение упадет до 25%. На самом деле, внутри потенциометра находится та же самая графитовая полоска, только круглая. Вращая ручку, мы как будто передвигаем лесенку. И получаем то напряжение, которое нам нужно. А теперь применим эти теоретические знания на практике. Помните наш цифровой сигнал с шариком? Неважно, какой угол был у качалки. Светодиод либо зажигался, либо газ. А если вставить в нашу качалку потенциометр? Вытащим крутилку и заменим ее на качалку. Теперь мы не просто зажигаем светодиод, а меняем его яркость. Потенциометр отслеживает положение качалки и меняет напряжение. Делит его. Напряжение меняется плавно, и это главное отличие аналогового сигнала от цифрового. А теперь сделаем то же самое на Ардуино. Вставляем потенциометр в макетку. Подключаем одним проводом к земле, а другим к 5 вольтам. Обратите внимание на эти пины с номерами А0, А5. А означает аналоговый, только эти пины работают с аналоговым сигналом. Подключаем третий контакт потенциометра к пину А0. Вставляем светодиод. И подключаем к нему резистор. Одной ногой к светодиоду, а другой в шину плюс. Теперь соединим светодиод проводом с землей. Резистор с 11-м пином Ардуино. Схему мы собрали, осталось написать программу. Итак, Ардуино должна считывать напряжение с потенциометра и зажигать светодиод с разной яркостью. Как вы помните, пины могут работать как входы или выходы. Первая команда говорит «назначь 11-й пин как выход». Второй командой «int» мы выделяем место в памяти Ардуино. Представьте, что мы ставим в память коробку, в которую будем складывать числа, и назовем коробку Rotation – поворот. Третья команда говорит, положи в коробку с именем поворот число, а число возьми спина А0. Туда подключен наш потенциометр. Как помните, он вращается и передает аналоговый сигнал, который АЦП разбивает на ступеньки – от 0 до 1023. То есть вращая ручку, в коробке будут оказываться разные числа – от 0 до 1023. Четвертой командой выделим еще одну коробку в памяти Ардуино. Назовем ее Brightness, то есть яркость. Чтобы понять, какая яркость у нас будет, нам нужна пятая команда. Она говорит «загляни в коробку поворот, возьми оттуда число и раздели его на 4». А зачем нам вообще было делить поворот? Это нужно для шестой команды. Она запускает широтно-импульсную модуляцию – ШИМ – на 11-м пине. Как вы помните из прошлого урока, в Ардуино менять яркость светодиода можно при помощи ШИМ. А ШИМ понимает только отрезок – от 0 до 255. Готово! Теперь я могу изменять яркость светодиода, поворачивая ручку потенциометра. В следующем уроке у нас будут игры со светом и огнем. Расскажу про фоторезистор и термистер. Покеда! 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 Покеда!